За каждым сильным мужчиной стоит не менее сильная женщина. Это доказал и Третий форум Комитета семей воинов Отечества в Никольском соборе. Жены, матери и сестры участников СВО из 57 регионов России рассказали о том, какой они видят помощь своим героям на передовой. Темы для обсуждения самые насущные. Это и правовая поддержка, и психологическая помощь, и сбор гуманитарного груза. Эта встреча для нас всегда очень важна. Потому что именно здесь, при этих встречах, мы можем поделиться своими эмоциями, новыми идеями, наработками, проектами. Эти инициативы мы собираем. И, соответственно, эти инициативы отправляются на рассмотрение и Госдуму, и Мособлдуму. Для нас это очень важно. Перед началом форума участники помянули на молебне погибших бойцов. Зажженную свечу в память о сыне ставит Наталья Утина. Сейчас она возглавляет благотворительный фонд, который также снабжает солдат всем необходимым. Погиб он как герой, вызвав огонь на себя, спасая ребят. Вместе с минометами накрыло нашего сына. И вот в апреле месяце, на день рождения сына, было зарегистрирован в фонд «Крылья Беркута». И вот с тех пор мы работаем, возим ребятам в гуманитарку. Возит муж с депутатом Сергеем Анатольевичем Рязановым. Я тоже езжу по возможности. И если бы ребята к нам обращаются, мы выполняем их заявки. За развитие комитета Наталью Утину наряду с другими женами и матерями бойцов наградили благодарственными грамотами. За два года существования организации ее участники добились восстановления пенсии военным, расширения юридической помощи бойцам СВО и членам их семей. Сейчас на повестке 14 вопросов, и многие из них требуют скорейшего рассмотрения. Есть еще одна история касается ДНК, тяжелая история. И сегодня мы видим, как сегодня идет сбор ДНК, когда это пропавшие без вести. Это от трех месяцев и больше. И, конечно, здесь необходимо все это упорядочить, чтобы в контрактах тех, кто сегодня подписывает контракт, была прописана обязательная сдача ДНК. О своих проектах по поддержке бойцам рассказали руководители региональных штабов из Королева и Лосина Петровского. Как признаются организаторы, у форума нет четкой периодичности. В следующий раз они вновь соберутся по зову сердца, чтобы обеспечить надежный тыл своим защитникам.